Привет зритель! Полезные советы и лайфхаки на одном канале. О том, что уксус может заменить многие специализированные чистящие средства, не слышал только ленивый. Копеечная жидкость, применяемая чаще всего только для консервации, поможет справиться с въевшейся грязью, избавиться от пятен и неприятных запахов. Правда, в некоторых случаях использовать кислоту строго запрещено, чтобы потом не было мучительно больно за испорченные вещи. Чистка утюга от накипи. В большинстве современных утюгов предусмотрен отсек для воды, чтобы вещи можно было не только гладить, но и отпаривать. Естественно, со временем от водопроводной воды образуется накипь, что существенно затрудняет глажку белья. Утюг не нагревается до нужной температуры, поскольку солевой слой плохо проводит тепло. Чтобы почистить подошву утюга, часто советуют использовать раствор уксуса. Но следует помнить правила предосторожности. Кислоту ни в коем случае нельзя заливать внутрь утюга. Это приведет к повреждению механизма. Допускается только протереть подошву тряпочкой, смоченной в неразведенном уксусе. При этом утюг должен быть нагретым. А после прочистить отверстие для выпуска пароватными палочками, которые тоже нужно смочить уксусом. Такой способ полностью безопасен для электроприбора, но нужно быть аккуратным, чтобы не обжечься в процессе чистки. Полированная мебель. Уксус – это кислота, поэтому применять его для полировки мебели нельзя. В противном случае вы рискуете повредить лакированный слой или как минимум сделать его тусклым и некрасивым. Опытные хозяйки советуют использовать уксус только в том случае, если на мебели есть трудновыводимые пятна. В этом случае раствор 9% уксуса нужно немного подогреть, нанести на ватный диск, затем протереть тщательно загрязненную поверхность. Чтобы вернуть былой блеск, отполируйте мебель воском или бесцветным обувным кремом. Мрамор. Мрамор, как и искусственный камень, не терпит воздействия уксуса. Систематическое его применение вызывает коррозию материала. Самый простой способ почистить мраморную поверхность – использовать мыльный раствор или обычное средство для мытья посуды. Главное – избегать абразивных веществ. Кстати, если пролили уксус на такую поверхность, сразу же вытрите его и промойте это место чистой водой. После отполируйте. Ламинат. Несмотря на огромную популярность ламината, многие не знают до сих пор, как правильно ухаживать за этим напольным покрытием. Помните, что лучше всего мыть такой пол с помощью специальных средств. Использовать уксус крайне не рекомендуется. Посудомоечная машина. Мыть посуду с добавлением уксуса – отличное решение, но только в том случае, если вы это делаете руками. Если же используете посудомоечную машину, то не добавляйте кислоту, поскольку она разрушает резиновые детали. Иначе придется менять шланги и уплотнители гораздо чаще. Но нужен ли вам такой вынужденный ремонт? Пригоревшая посуда. Уксус и сода – два средства, которые хорошо борются с жиром. Но вот пригоревшая кастрюля отмыт таким способом не получится, даже если смешать оба ингредиента. Взамен вы можете использовать эти средства. Активированный уголь. Этот способ подойдет и для эмалированных кастрюль, и для алюминиевых, а также для кастрюль из нержавейки. Особенно он эффективен при пригорании молока. Возьмите несколько штук таблеток активированного угля и измельчите их до порошкового состояния. Этим порошком засыпьте дно кастрюли и дайте постоять 30-40 минут. Потом налейте в кастрюлю холодной воды и оставьте постоять еще полчаса. После этого кастрюля легко отмоется с любым моющим посудным средством. Молочная сыворотка. Такой незамысловатый продукт поможет избавиться от пригара в эмалированной кастрюле алюминиевой и нержавеющей кастрюле. Уксус и отбеливатель. Уксус поможет вывести пятна, а отбеливатель сделать белье еще чище. Это правда, но не стоит усердствовать и заливать в машину оба средства одновременно. В результате соединения этих веществ образуется газообразный хлор, что может вызвать сильный кашель и затрудненное дыхание. Такое соединение опасно для здоровья. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.